Вы слушаете канал жаж.клаб – самый добрый призрак белой дамы. Старинные замки Европы хранят в своих стенах немало тайн и загадок. Одной из них является призрак белой дамы. Ее видели в разных странах. Она посещала многие знатные семьи Англии, Германии, Польши. Говорят, что нечто подобное приходило даже к членам царской семьи Романовых. Самой известной и, наверное, самой безобидной, даже доброй, является призрак, являвшийся членом знатной чешской семьи Рожмберков. В Чехии ее называют «белая панна». Согласно старинной легенде, белой панной стала некто Перхта Рожмберг, дочь одного из знатнейших аристократических чешских родов. В 20 лет ее против воли отдали замуж за Яна Лихтенштейна, влиятельного по тем временам человека, имевшего связи при дворе. Муж не любил Перхту, издевался над ней, устраивал оргии в своем доме и всячески унижал молодую жену. Сестры Яна тоже не взлюбили невестку, добавляя горечи в ее жизнь. Нравы того века были таковы, что покинуть нелюбимого мужа и вернуться домой Перхта не могла. Она мучилась в браке 20 лет, пока Лихтенштейн не скончался. Перед смертью он попросил прощения, но Перхта не захотела его простить. Тогда Ян проклял ее. Говорят, что именно это проклятие и сбылось. После смерти Перхты членом семьи Рожемберков стала являться белая панна. Она никого не пугала и оберегала своих потомков. Согласно преданию, ее появление в черных перчатках означало близкую смерть одного из членов семьи. А красные перчатки предупреждали о грядущем пожаре. Является призрак на территории бывших владений Рожемберков. Есть поверье, что призрак скрывается в тех стенах, где находятся склады. После смерти мужа Перхта Рожемберг поселилась в городке Чешский Крумлов, где запомнилась местным жителям своим милосердием. Говорят, что ее призрак любит посещать этот городок. Может быть, причиной того, что белая панна так и не покинула родные места вовсе не проклятие, а любовь к своим родным. Об этом говорит поведение призрака, защищавшего и оберегавшего своих потомков. Продолжение истории читайте на сайте jah.club